Гладкоствольные карабины сайга и вепрь, а также помповые ружья. Здесь все как в настоящей охоте, только вместо диких животных – мишени. Стальные пластины размером 10 на 10 сантиметров. Именно в них с определенного расстояния и за короткое время нужно попасть, а в идеале поразить все цели установленные на огневом рубеже. На этом полигоне их три, с разными препятствиями в виде коридоров и стен. Помповые и самозарядные с магазинами – это огнестрельные аксессуары практической стрельбы. Накануне островные спортивные охотники из отделения Общероссийской спортивной федерации провели клубный матч. Среди участников – представители Долинского и Неверского районов. Кстати, у сахаринских стрелков пополнение – Владислав Стрипунин. На остров работать он приехал из Перми, где несколько лет занимался этим видом спорта. Практическая стрельба пока для Сахалина остается одним из молодых видов спорта. Кстати, от остальных она существенно отличается. Здесь все как в настоящем бою. Не зря она остается в категории обязательной тренировки у силовиков. В дружном мужском коллективе на этот раз была и представительница слабого пола – Татьяна Сандлер, одна из новичков этого вида спорта. В соревнованиях она не участвовала, обучение пройдено. Пока девушка остается в роли зрителя. Полноправным участником ей предстоит стать уже в ближайшее время. Это достаточно захватывающее что-то. Даже так не объяснишь. В общем, очень увлекательно и очень интересно. А победителями этих соревнований в открытом классе стали Сергей Хея, Александр Афоничев и Евгений Чайченко. В классе помповых ружей победу праздновал Владислав Стрипунин. Чемпионат же Сахаринской области планируется провести в конце сентября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok